Это программа День с толком. Студия Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. В Барнауле борются с гололедом и готовятся встречать метели. Сколько техники задействуют в расчистке городских дорог и улиц. Диабетики столкнулись с нехваткой препаратов и медизделий. Почему это происходит и есть ли решение проблемы? Лучших друзей девушек изготавливают на Барнаульском заводе. Как и кто обрамляет алмазы? Жесткое ДТП произошло сегодня в Барнауле. Автомобиль врезался в грузовик, снес столб, после чего перевернулся на крышу. Авария произошла на улице Космонавтов. Ее зафиксировала одна из камер видеонаблюдения. Запись опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что во время обгона легковой автомобиль на большой скорости врезался в грузовик. Из-за неудачного маневра машина вылетела на обочину и перевернулась от удара в столб, который в итоге упал. О состоянии пострадавших на данный момент неизвестно. В усиленном режиме бороться с гололедом будут в Барнауле. В связи с экстремальным прогнозом погоды из-за приближающегося снегопада, оперативное совещание сегодня провел глава Барнаула Вячеслав Франк. На следующей неделе синоптики прогнозируют умеренные снегопады. При этом под слоем снега остается лед, что довольно травмоопасно. Обеспечить порядок на улицах города для безопасного передвижения призвал сегодня мэр Барнаула. Он отметил, для этой цели задействуют 59 единиц техники и 130 дорожных работников. Очищать будут не только тротуары, но и автобусные остановки, дворовые подъезды, а также кровли многоквартирных домов. Диабетики в Алтайском крае столкнулись с проблемой выдачи лекарств и медицинских изделий. Так к нам обратился житель Барнаула Алексей Поступайленко, которому пришлось за свой счет покупать некоторые препараты для своей дочери. В таком же положении в конце прошлого, в начале этого года оказались еще сотни родителей. Почему так происходит, выясняли мои коллеги. Вот, красная зона, да. Иди конфетку съешь. Красная зона, значит, пора поднимать сахар в крови. После коронавируса у Софии диагностировали диабет. Теперь каждый день она под наблюдением папы Алексея. Мне пришлось уволиться с работы, а жена работает. После приобретения помпы девочке стало проще посещать детский сад и в целом передвигаться. При снижении показателей она сама указывает в приборе, сколько единиц инсулина ей сейчас нужно. Но поддерживать стабильность непросто. По словам Алексея, периодически препараты и медизделия выдают с задержкой. Так в декабре они не получили тест-полоски и инфузионный набор. Выкручиваются как могут. Меняемся, где-то просроченное покупаем. Но вот сейчас осталось на 4 дня, я не знаю, где сейчас. Вот эта упаковочка, ну, тысяч 10 стоит 15. Если сенсоры покупать, вот это все, ну, до этого было 30 тысяч в месяц, в 2022 году. Ну, а сейчас, наверное, 40-50. На Алтае больше 100 тысяч человек с сахарным диабетом. И наш край лидер в Сибири по росту числа заболевающих. В региональном Минздраве проблему с поставками признают. Причины могут быть разными. Например, сталкиваемся с проблемой несостоявшихся торгов. Более 30% закупочных процедур признаются несостоявшимися с первого раза. Ввиду отсутствия заявок от потенциальных поставщиков. В этом случае специалистами Минздрава направляется информация в медорганизации края о необходимости смены проводимой терапии и проведении аналоговой замены указанного препарата. Руководитель краевой диабетической общественной организации Марина Ермилова говорит, что перебои случаются стабильно 2-3 раза в год. И люди покупают препараты за свой счет. Но если сохранять чеки и судиться, деньги можно вернуть. Но вот статистика организации. Из 100 опрошенных родителей детей с диабетом половина никуда не обращается. Так как у моего ребенка и у меня в частности есть судебное решение, и как только подходит срок к тому, что нужно получить все необходимое, про таких пациентов сразу же вспоминают и их обеспечивают. К сожалению, наверное, это мне не очень нравится, тенденции такой подход. Мне кажется, это только еще больше разозлит людей и спровоцирует еще больше поток обращений в правоохранительные органы, потому что это в корне несправедливо. А сенсоры? Ну, это либра, а у нас инлайты. А значит, их нету, и вам заметили либра. Сказали карточки, как написано, и вам все прочитала. При задержках в поставках в пару дней Марина Ермилова советует звонить в аптеки. Если препаратов или медизделия нет пару недель, обращаться к правоохранителям. По информации Минздрава, закупка расходных материалов консулиновым помпам происходит по заявкам медорганизаций. Регион уже заключил семь контрактов на поставку на сумму больше 40 миллионов рублей. Еще три закупки планируют провести в ближайшее время. Анастасия Драган, Владислав Ковалев. День с толком. Следователи предъявили обвинение 19-летнему Барнаульцу, который бегал накануне с ножом по улице Матросова. Его обвиняют в убийстве своего знакомого. По предварительной версии, он употреблял наркотики в компании, всего их было трое. В какой-то момент у обвиняемого начались галлюцинации. Парень подумал, что окружающие люди могут сделать ему плохо и начал кидать в друзей предметы быта. Одному из них он нанес ножевое ранение. Наступила смерть. После инцидента обвиняемый покинул квартиру и побежал по улице Матросова в сторону моста на Новом рынке, откуда хотел сброситься. Однако очевидцы вытащили его, после чего подоспевшие сотрудники полиции задержали. Парень дает признательные показания. По результатам уголовного дела, следователям будет дана окончательная правовая оценка противоправным действиям молодого человека, в том числе и относительно незаконного употребления наркотиков. Алтайские аграрии на этой неделе знакомятся с работой ведущих производителей российской сельхозтехники. В частности, накануне они посетили завод в Самаре и оценили производство самоходных опрыскивателей. Самарское предприятие «Пегас Агро» выпускает самоходные опрыскиватели «Туман». Это оборудование востребовано и алтайскими фермерами. За последние 7 лет официальный дилер в Алтайском крае поставил в регион 176 единиц этой техники, а на 2024 год уже поступило 40 заявок. Экскурсию по заводу провела гендиректор Светлана Линник. Она подчеркнула, что завод заинтересован в сотрудничестве с Алтаем, готов провести у нас полевой семинар и продемонстрировать возможности отечественного оборудования. Известно, что алтайскую делегацию также готовы принять на экскурсию на Петербургском тракторном заводе. Добавим, что сельхозпроизводители края уже ведут активную подготовку к посевной. Касается она не только технического вооружения, но и обеспеченности семенами. По словам директора Федерального алтайского научного центра агробиотехнологии Алексея Горкуши, в крае достаточно элитных семян и семян первой репродукции для самостоятельного сорта обновления. Сейчас в регионе действует 33 семеноводческих хозяйства. Их продукции должно хватить для проведения посевной. Напомним, теперь не менее 75% семенного материала должно быть российским. Производство драгоценных камней выросло на Барнаульском заводе, где серьезно модернизировали производство и перестроились на внутренний рынок. Наша съемочная группа сегодня побывала на алтайском предприятии, куда журналистов пускают нечасто. Здесь алмазы превращают в мечту любой девушки бриллианты. Что изменилось в непростом процессе производства драгоценных камней с появлением нового оборудования, а также чем, кроме тесного контакта с прекрасным, привлекают на предприятие новые кадры, расскажем далее. Самые ценные – это бесцветный алмаз. Самые дешевые – коричневого цвета. Это обман маркетинга, когда говорят, что коньячные – самые дорогие. На самом деле это самые дешевые бриллианты. Эти женщины с россыпями алмазов работают в ежедневном режиме. Они уже и правда, как их лучшие друзья. В бриллиантах не ходят, здесь запрещено. Но именно в этом цехе с помощью компьютерных технологий определяют, как максимально правильно обработать камни, чтобы их ценность не упала. Конечно, работают не только дамы. Видите, здесь немножечко такая черная меточка. Это значит, какой-то есть выступ. Мне его нужно будет пересмотреть, этот бриллиант пересчитать. В 90-е на предприятии трудилось 500, а то и 600 огранщиков. Сейчас от силы 80. Кадры, как и на любом другом производстве, нужны, ведь предприятие наращивает объемы. Профессионалы, а есть и те, кто гранит-алмазы по 40 лет, обучают молодежь прямо в цехе. Это раньше было училище, где на огранщика обучали. Надо учить, надо оставлять себе замену. В прошлом году было человек 20, человек 10-12 у нас осталось. Кому-то дается легко, кому-то более тяжело. И те, кто не могут понять и нарастить свою скорость, но они стараются искать что-то другое. Кто хочет, кто хочет. Вот девчонка у меня есть 19-летняя. Я говорю, да, что она говорит, я останусь и никуда не уйду. Руководители предприятия поделились, что новички после обучения получают порядка 35 тысяч рублей. А в целом средняя зарплата сотрудников больше 50 тысяч. Новое оборудование, которое появилось недавно, требует новых знаний. Чтобы научиться работать на современном лазерном станке, пришлось выезжать на Смоленскую площадку. Головное производство кристалла. Основное достоинство этого оборудования в том, что оно фактически исключает ошибки ручного труда. То есть оборудование крайне точное, то есть там идет речь о сотых миллиметров точности. И также за счет того, что достаточно производительная система, сразу четыре операции технологического цикла он закрывает. То есть это подшлифовка, обдирка и распиливание, и черновая подготовка. Но без ручного труда здесь не обойтись. И станки точно не заменят человека еще долгое время. Только огранщик с максимальной точностью может огранить полуфабрикат и сделать из него бриллиант 57-60 грани, в зависимости от задания. Ну а конечная стадия производства – это оценка изделия. На оценке сидят оценщики высококвалифицированные специалисты, которые визуальным методом оценки, то есть опять же не машина, не компьютер, визуально определяют цвет, чистоту. Бриллиант становится бриллиантом только на оценке. Самый маленький у нас 0,01 сотка. Но диаметр, если вы представляете, 1,4 миллиметра, вот у нас индикатор. Ну, представьте, это как даже меньше спичной головки. Это просто представьте, да, мелкие. Но самый крупный у нас был свыше карата. Сейчас с такими крупными алмазами на предприятии не работают. Поэтому в основном получаются мелкие бриллианты, но под микроскопом и они переливаются всеми цветами радуги. Как рассказали руководители алмазного производства, завод продолжит развитие и модернизацию. Стараются идти в ногу с мировыми трендами. Будет и новое оборудование. Предприятие, которое в 2020 году оказалось в глубочайшем кризисе, из него успешно вышло. И уже в 2022 году было на пике объемов производства. А в целом, по данным Министерства промышленности и энергетики региона, прибыль организации обрабатывающих производств по итогам 11 месяцев 2023 года в сравнении с тем же периодом 2022-го увеличилась более чем в полтора раза и превысила 59 миллиардов рублей. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. В Алтайском крае будут отмечать на один праздник больше. В календаре праздничных дат в этом году появится День промышленника. Его будут праздновать в середине августа. Об этом заявил региональный министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка. По словам руководителя ведомства, учреждение этого праздника станет достойной благодарностью всем, кто работает и работал на заводах края, развивая отрасль территории. А также подчеркнул, что идея его появления обсуждалась давно. Добавим, по темпам роста промпроизводства Алтайский край стал вторым в Сибири после Новосибирской области. Завершилось расследование по делу о физкультурно-оздоровительном комплексе, который строят на улице Сиреневая за 148 миллионов рублей. Как выяснили следователи в течение года, с 2022 по 2023, руководитель компании, с которой Минспорт заключил консессионное соглашение, договорился с подрядчиком о коммерческом подкупе в размере 3,5 миллионов рублей, а после частями получил от него 2 миллиона. Деньги предназначались на продление сроков строительства и предоставление авансовых платежей подрядчикам, а также подписание актов приемки работ, которые выполнялись на объекты. Спорткомплекс планировали сдать еще в конце 2022 года. В самом начале стройки работы оценивались в 155 миллионов, 125 из которых поступили по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни». Дело передано в суд. Генеральный директор российского общества знания Максим Древаль с рабочим визитом прилетел в Барнаул. В педагогическом вузе он встретился со студентами и активом краевого подразделения просветительской организации. Слово Юлии Щепиной. Я все еще тоже молодежь официально. Генеральный директор российского общества знания Максим Древаль краевому активу и студентам педуниверситета прежде всего рассказал о значимости работы общественной просветительской организации. Мы ставим перед собой задачу увеличить престиж и значимость в целом просветительской деятельности. И это нам тоже удается. 43% людей, молодых людей в нашей стране, что особенно ценно, считают просветительскую деятельность высоко престижной. И за полгода этот показатель увеличился на 11% пунктов. Знания ежегодно проводят сотни мероприятий для молодежи. Выступления людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, научные батлы, викторины. Снимает фильмы и помогает лекторам быть услышанными и найти свою аудиторию. Причем лекторы – люди самых разных профессий и возрастов. Кстати, иностранные граждане тоже принимают участие в проектах. Очень важными проектами является подготовка лекторов для взаимодействия с аудиторией. Аудитория разная. Это и производственные коллективы, это и силовые структуры, это и школьные коллективы, и студенческие. И подготовить лекторов для того, чтобы они могли корректно, правильно, доступно донести эту информацию – это тоже одна из задач общества знания. Региональное отделение общества действует по всей стране в 89 субъектах Российской Федерации. Деятельность в Алтайском крае, на самом деле, очень обширная, потому что во всех федеральных проектах абсолютно принимают участие жители. И могу даже сказать, что регион входит в десятку самых активных, самых масштабных по профессийской деятельности, что, конечно, вдвойне приятно. На сегодняшний день краевым обществом организовано несколько площадок для проектов. Это педуниверситет, библиотека имени Шишкова, локации в Наукограде. Новые пространства для просвещения жителей в этом году планируют открыть в Славгороде, Камни-на-Аби и Рубцовске. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. Больше 80 жителей края отправились в федеральную территорию «Сириус» для участия во Всемирном фестивале молодежи. Масштабные события проводят на планете с 1947 года, и на этот раз Россия – принимающая сторона. Она берет на себя культурное шефство над гостями из четырех стран – Шри-Ланки, Венгрии, Малави и Бурунди. Всего же из разных государств приедет больше 20 тысяч человек – студенты, молодые ученые, добровольцы, спортсмены, медийщики. Подробности далее. Нам строить будущее – установка которой будут придерживаться делегаты фестиваля. К этой поездке пришлось готовиться заранее, представлять страну всему миру – ответственная миссия. Сейчас, в период до фестиваля, мы проходим подготовку. Нас обучают, нам рассказывают о том, как воздействовать на участников, как с ними коммуницировать, как правильно доносить ценности, доносить смыслы данного фестиваля, какие активности мы можем предлагать ребятам. На фестивале ребят ждут встречи с известными людьми из разных сфер – от артистов до бизнесменов. Но остается в секрете, что именно будет происходить. Однако ясно, что задача ребят после возвращения – делиться с земляками опытом общения с иностранной молодежью. На торжественные проводы делегации приехали участники фестиваля прошлых лет. Мы были воспитаны советской школой, мы были, скажем так, патриотизм для нас – это слово не просто слово, а это смысл нашей жизни. Я так полагаю, что сегодня в составе делегации лучшие молодые представители Алтайского края – это будущее Алтайского края и будущее России. Мягкой силой фестиваль считают и присутствовавшие на отправке делегации представители власти. Вам предстоит провести большую работу по встрече с нашей молодежью и рассказать, рассказать и показать все, что происходило в городе Сочи. Ну а в городе Сочи вы должны показать всему мировому сообществу, что Россия – это миролюбивая страна. Особенность этого фестиваля – его программа. Кроме рядовых мероприятий, она включает большой форум национальных кухонь мира. Особое значение имеет и формат культурного шефства. Но взаимодействовать, я прошу вас, особенно важно с теми, над кем мы будем вести культурное шефство. Это ребята из четырех стран – Шри-Ланка, Венгрия, Урунди и Малави. Международное взаимодействие в молодежной сфере, в молодежной среде, которая вне различных политических взглядов, а за то, чтобы устроить общее будущее на нашей планете, я уверена, что такое взаимодействие обогатит вас новыми идеями. Город Сириус находится в Сочи. Часть ребят уже приехала на курорт. Фестиваль пройдет с 1 по 7 марта. О его самых интересных моментах участники обещают регулярно рассказывать в социальных сетях. Гаррия Ирушина, Андрей Печоркин. День с толком. На международной выставке в форуме «Россия» состоялся День предпринимательства. В рамках этого отраслевого мероприятия на форум приехали представители краевых профильных ведомств. На площадке Алтайского края к этому дню подготовили викторины, тематические мастер-классы и экскурсию, признанную лучшей в стране по истории развития предпринимательства. Одним из гостей нашего павильона стала заместитель министра экономического развития России. В целом, в этот день на выставке проходили мероприятия как для уже действующих, так и для потенциальных бизнесменов с обменом опытом и рекомендациями. Некоторые компании проводили деловые игры и тренинги. Отдельная площадка была посвящена мамам-предпринимательницам. А в одном из павильонов презентовали региональные инструменты поддержки МСП и инвестиционных возможностей. Продолжение следует...